В Кыргызстане за последнюю неделю произошло сразу несколько трагедий с детьми. Накануне на окраине Бишкека был похищен маленький ребенок, первоклассник Даниэль Эрматов. Утром он пошел в школу, а в обед на телефон его матери пришло сообщение с требованием выкупа ребенка. Самое примечательное в этой истории, что родители Даниэля совсем не богатые люди. Они живут на окраине столицы в доме, который построили собственными руками. Что можно было взять с этих людей, до сих пор непонятно. По данным Аки Пресс, в 10 утра ребенок ушел в школу и больше живым его родители уже не видели. После обеда на телефон его матери, которая работает в швейном цеху, пришло сообщение с требованием выкупа за украденного сына. Тут же позвонила его старшая сестренка, которая удивилась, что братишка не пришел в школу. Бросившаяся к учителям мать узнала, что ее сын так и не дошел до учебы. В тот злочастный день он почему-то проснулся очень рано. Я собиралась на работу и мы вместе пили чай утром. Я попрощалась с сыном и отправила его в школу. После этого я не видел своего малыша живым. Обезумевшая от произошедшего мать побежала в милицию. По дороге ей встретилась ее коллега Майрам, которая вызвалась помочь подруге. Они вместе пришли в милицию и подали заявление. Следователи начали незамедлительно отрабатывать весь круг знакомых семьи. В том числе спросили, где в момент похищения была и Майрам. Оперативник, перепроверявший алиби всех подозреваемых, установил, что она лжет. Прижатая фактами, Майрам сознала, что это она похитила ребенка. Уроженка южных областей. Она приехала в столицу, чтобы заработать денег. Однако работа в цеху особых прибыли не приносила. И тогда она, уже трижды осужденная за мошенничество и кражу, решилась на похищение ребенка коллеги. Она знала, что у нее есть брат, работающий в России, и поэтому потребовала от семьи 2000 долларов. Она несколько раз интересовалась у моей подруги, как мы живем, как я кормлю двоих детей одна, кто помогает нам. Подруга моя без задних мыслей рассказала, что у меня брат в России, и он помогает нам. Готовясь к преступлению, Майрам приходила в семью несколько раз и знакомилась с мальчиком. В тот день она встретила Даниэля по дороге в школу и пообещала отвезти к матери. Взяв за руку, женщина отвезла его в село за городом. Как она утверждала, после ребенок умер из-за того, что она не рассчитала дозу снотворного, влитого ему в сок, но оказалось, что это было хладнокровное убийство. Она вывезла ребенка за город, Соколский район, в село Кунту, где в овраге убила ребенка. С ее показаний она поясняет, что ребенка она убила, смешав 8 ампул жидкого димедрола в сок. Но после обнаружения трупа ребенка, после вскрытия судмейской экспертизы, показалось, что ребенок был удушен, то есть механическая асфиксия. На сегодняшний день назначена судмейская биологическая экспертиза на выявление этих медицинских препаратов. После следователи установили место, где был убит ребенок и где находилось его тело. Оказалось, что убийца Майрам и сама мать. У нее тоже есть дочка 7 лет. Теперь органы опеки будут решать, в какой детский дом направить ребенка или кому из родственников отдать его на долгое время. Сомнительно, что Майрам успеет выйти из тюрьмы до совершеннолетия своей дочери. И буквально вчера на юге Кыргызстана в Лейлегском районе на учеников второго класса упал навес школы перед входом. Несколько детей госпитализировано с переломами ног. После обрушения навеса в больницу было доставлено 9 детей. После осмотра 5 человек отправились домой. Остальные четверо продолжают находиться на лечении. У троих школьников сломаны ноги, один получил травму головы. Пока местные силовые органы о возбуждении уголовного дела не сообщали.